Будут ли выпускать мужчин за границу без обновленных военных данных, ответ ГПСУ. Мужчины призывного возраста, которым разрешен выезд за пределы Украины, должны предоставить военно-учетные документы при пересечении границы. Пограничники не будут проверять, обновлены ли у них военно-учетные данные, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона. Нас не интересует любой штрих-код или еще что-то. Нам важно наличие военно-учетного документа, в том числе и у всех, у кого на попечении есть трое и более детей до 18 лет, и с соответствующей отметкой, сказал он, спикер напомнил, что мужчины, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, подпадают под отсрочку от призыва в армию. Важно для пересечения границы, чтобы наличие отсрочки было зафиксировано в военно-учетном документе. Я также советую всем, чтобы они интересовались, внесены ли их данные в систему «Оберег». Еще с сентября между Государственной пограничной службой и Министерством обороны действует такой информационный взаимообмен. Представители ТЦК могут пользоваться определенной информацией, которая есть в базах данных ГПСУ, пограничники могут проверять лиц по этой системе призывников и военнообязанных, пояснил Демченко. Обновление данных для военнообязанных. Напомним, со вчерашнего дня в Украине официально вступил в силу новый закон о мобилизации. Всем военнообязанным нужно обновить учетные данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля. Уточнить свои военно-учетные данные можно в ТЦК, ЦПАУ, а также в новом мобильном приложении «Резерв плюс», запущенном Министерством обороны для военнообязанных. Если этого не сделать до указанной даты, то возможен штраф, детальнее о том, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу, в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.